Всем привет, вы на канале Рыбалка с Димоном Круглый Год, меня зовут Димон. В многих видеороликах я говорил, что репей это первоклассная насадка для зимней рыбалки. Можно сказать, убийца рыбы ловится всё, начиная с простой уклейки, заканчивая окунем, киршом. В общем, всё, что есть под вами ловится. Всё. На зимней рыбалке я никогда, в принципе, не заморачивался насчёт прикормок. Я всегда использовал сухие крупы, пропитанные чесноком. Это яичка, пшеничка, но столько в стоячих водоёмах. Если я использовал, к примеру, панировку, то я использовал её на реке с небольшим течением. Тоже же пропитанную чесноком репей. Штука классная, ловит всю рыбку. Клёв хороший. Единственный недостаток, купить нельзя, нужно насобирать. Какая разница между сухой крупой и панировкой и течением стоячей водой? Во многих видеороликах я об этом говорил. Что в стоячей воде панировку лучше не использовать, потому что, отпустившись на дно, хлеб закиснет. И это место может быть уже испорчено. На течении панировку слегка отнесёт. И в добавок ко всему, на течении кислорода намного больше, чем в стоячей воде. И это решает, как говорится, проблему. То есть на слабом течении можно использовать панировку, но ни в коем случае не в стоячей воде. В стоячей воде лучше использовать обычные дешёвые сухие крупы, пропитанные чесноком. Стоилось копейки, там, рублей 18-20, но вам хватит её ни на одну рыбалку. Насчёт репея, конечно, насадочка классная. Собирать приходится, лазить по сугробам, но это того, в принципе-то, стоит. На канале я всегда пропагандирую и пропагандирую те насадки, на которые вы зимой отправляетесь на зимнюю рыбалку, всегда будете с уловом. И эти насадки, он же репей, он же опарыш с чесноком, он же черви с укропом. Точнее, они же. Но благодаря этим насадкам, отправляясь на зимнюю рыбалку, вы всегда будете с уловом. Но репей всё-таки превосходит все фактически насадки, такие как опарыша, заводчик самого червяка, короеда, и даже того же самого мотеля. Насыпив несколько личинок, там штук 5-6, на маленькую мормышку, можно поймать при активном клёбе штук 20, при среднем вдвое меньше, при пассивном, ну, штуке 3-4, при этом не меняя насадку, я в этом плане говорю-то, что насадку менять не придётся, пока уже от самого репея, фактически, как и от опарыша на зимней и летних рыбалках, там останется одна шкурка. Но при активном клёбе даже на шкурку вот этих самых репеев, рыба ловится, причём активно. Размеры рыбы от самой насадки не играют никак. Так, ту, которую нашли, та и будет ловиться. Нашли мелочь, будет ловиться мелочь. Нашли крупную, будет ловиться крупная. А если нифига не нашли, то нифига ловиться и не будет. Это я, как говорится, по-простому, по-человечески выражаюсь. То есть, если мы закинем, допустим, мормышку с репеем в ведро с водой, где рыбы нет, клевать там не будет ничего, и рыба ловиться не будет. Всё зависит уже здесь от рыбака. Какую рыбу вы найдёте, ту, на репея ловить и будете. Найдёте рыбку, ловиться будет классно, и всегда будете с уловом. За килограммами рыбы я, в принципе, никогда не гнался, ни в одном ролике, не ради улов, не ради ютуба, набирать килограммы я не буду и не собираюсь. Чтобы показать, смотрите, какой я там крутой рыбак, да, там я поймал там 5-6 килограмм рыбы. Да нахрена мне нужны эти 5-6? Если из этих 5-6, я смогу использовать грамм 500-600, а остальные куда девать? Никому это рыба, в принципе, не нужна. Это не лещи. Это лещикам можно ещё соседям отдать. А такую рыбку, в принципе, соседи не берут, она им не нужна. Поэтому я никогда за этими килограммами и не гнался. Брал столько, сколько мне было нужно. Лишнее отпускал. В общем, иными словами, я ловил ради удовольствия. Но репей первоклассная насадка, если вы ещё не насобирали, то советую сходить куда-нибудь на озеро, на болото. Его там много в стволах, полы необыкновенно. Он же репейник, он же чернобыльник. По пустырям, друзья, не собирайте. Его там мало. Я имею в виду личинок в стволах. Собирайте там, где есть какая-то вода. Ну, это бывший овраг, какой-то залив, берег, реки, болотина. Там всегда личинок в стволах чернобыльника большое количество. То есть, не зря поползаете по сугробам, но собираете много. На этом я с вами, друзья, буду прощаться. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин